Держатель архитектуры вашего IT-контура в таком случае разработаны и утвержденные процессы и правила. Проверьте себя, не является ли это просто делегированием ключевых решений на технаря. Красота архитектуры в ее простоте. Парадокс лишь в том, что простое сделать нелегко. Всем привет! С вами Андрей Путин и сегодня я разберу самый частый запрос от руководителей. Где взять синьера или главного архитектора или еще какого-то очень суперкомпетентного IT-человека? Как правило, этому вопросу предшествует то, что старый главный архитектор уволился. Вы знаете, я уже просто хочу уйти. Как же такое происходит? И в чем опасность вместо одного супермена искать другого? Об этом мы поговорим в этом видео. В первую очередь хочу сказать, что этим видео я не пытаюсь принизить опыт технического эксперта. Инженер, особенно опытный, это всегда очень ценно. Да я и сам являюсь инженером с довольно большим опытом разработки. Я тут про другое, про магическое мышление управленцев высшего звена, которые пытаются решить проблемы управления за счет инженеров. Итак, вы столкнулись с тем, что ваш ключевой сотрудник покинул компанию и вам нужен другой. Довольно. Сначала разберемся, что такое ключевой сотрудник в IT. Рон Хаббард в организационных схемах предприятия определил, что отдел квалификации и отдел технологии – разные дивизионы. Отдел квалификации отвечает за постоянное совершенствование качества через правила, стандарты, регулярные проверки и учебные курсы. Разработчики софта должны опираться на эти стандарты, могут совместно стандарты корректировать, но они разрабатывают софт, который требуется в других отделениях компании, и у них другие руководители. И если у вас эти функции разнесены и выполняют их разные люди, то потеря отдела квалификации не приводит к приостановке ваших процессов. Если этот человек не в отделе квалификации, а отдел квалификации имеется, то у вас есть процессы проверки качества компетенции, понимание, какими процессами сотрудник будет заниматься, а архитектурная схема соответствует тому, как устроен бизнес. Держатель архитектуры вашего IT-контура в таком случае не глава конкретного IT-айронмена, а разработанные и утвержденные процессы и правила. В этой идеальной картинной мира понять и встроиться в работу может любой разработчик. Но обычно ситуация не такая. Обычно ситуация в явном или неявном монолите. Например, в вашей компании есть одно большое приложение, вроде ERP или CRM-системы. Поскольку в этой большой программе интересы, множество руководителей, то там много-много функционала. Одно с другим связано сложным и часто неявным образом. Удержать такую картину внутри головы одного IT-специалиста непросто. Еще бывает, когда в роли такого монолита продукт вашей компании. Например, разрабатываете вы CRM-систему для кондитеров. И там внутри все без разбору перемешано. Клиенты, заявки, бизнес-процессы, механизмы и коммуникации, куча наслоенного функционала, вместе никак не отделенного. Еще и множество интеграций, точка-точка, о которых я подробно говорю в других наших видео про шины. Оставим ссылку в описании. А бывает, у вас виртуальный монолит. То есть внешне у вас множество различных сервисов. Или даже ваши разработчики утверждали, что у вас микросервисная архитектура. Но в реальности то, как они связаны, что, как и где работает, сложно понять даже разработчикам. Еще хуже ситуация, когда у вас миллион модных решений. То есть инженер изучал эти решения за ваш счет. Но эффекта это не принесло. Не действует никак. Что общего у всех этих случаев? Куча кода, архитектура которого сломает голову даже железному человеку. Команда на таких проектах перегорает за пару лет. Ведь технической команде нужно делать большой поток изменений различных руководителей. А продукт настолько сложный, что уже стал неподдерживаемым и сложным для изменений. В графике трудозатраты на фичу такой проект подошел к критической черте. Ваш инженер понимает, что не хочет заниматься этим проектом. Ему не хватает бизнес-образования, чтобы увидеть ошибки организационного проектирования. Увольнение для него единственный путь, даже если он не хочет уходить. Если не заниматься построением бизнес-процессов и разделением ответственности за IT-продукты на соответствующих руководителей и департаментов, не решать аспекты правильной коммуникации разных продуктов между собой и не строить процессы, контролирующие это, то архитектура приложений и IT-контура построена образом, отличным от доменов вашего предприятия. Об этом я подробнее говорю в видео про сервис-ориентированную архитектуру. В ссылке. В описании. Тут же замечу, что разработчики обычно технофилы. Те, кто верят в силу технологии без оглядки на реальное положение вещей в бизнесе и архитектуре. Разработчики не могут брать на себя ответственность делегирования полномочий по отделам, а руководство отстранилось от этих решений в надежде, что оно как-нибудь сам само. В результате у разработчиков получается виртуальный или настоящий монолит. Бизнес продолжает требовать изменения, а ваш супергерой понимает, что делать нужно все больше, а успевает все меньше. Это приводит специалиста в депрессию. Ай, депрессия, депрессия. От стресса иду я к стрессу я. И неудовлетворенность работой. Ну и заканчивается увольнением. Чем экспертнее сеньор, тем больше у него желания попробовать разные штуки в вашем ландшафте. Ведь вы же не определяете зону ответственности, а следовательно и ответственного. Чем талантливее такой специалист, тем сложнее будет внутри ваше и без того непростое решение. Например, кто со стороны бизнеса ответственен за огромную ИРП, если в ней работает и отдел продаж, и HR, и бухгалтерия. Бухгалтер? Отдел продаж? Генеральный директор? Обычно самым ответственным становится тот самый супергерой. Технический директор, или главный архитектор, или какой-то суперсиньор, который и начинает определять, что приоритет на что нет. Бизнес надеется на правильную архитектуру, не понимая, что правильная архитектура должна определяться бизнесом. А раз так, то и не обижайтесь. Поэтому, если вы захотели взять в себя сеньора, проверьте себя, не является ли это просто делегированием ключевых решений на технарях. Он же программист. Ну здрасте, господа программисты. Ты? Ты же тимлид? Как продвигается проект? Он же должен знать, как разруливать давно перезревшие организационные проблемы легким движением клавиатуры. Программист матрицы влезал, изменял стены и физические объекты, набирая что-то на клавиатуре со скоростью 300 символов в минуту. Одна проблема. Это бывает только в фильмах. В жизни вам лучше исходить из принципа, что вам нужен не супергерой, а обычный разработчик, вместе с которым вы будете исправлять организационно-технические ошибки. Вы будете расшивать проблемы организационно. Он будет реализовывать простые функции. Если же вы ищете волшебника, то вы найдете или сказочника, или найдете очередного супергероя, который начнет работать у вас до тех пор, пока он тоже не выгорит. И колесо сансары даст очередной оборот до тех пор, пока не выгорите уже вы. Мы убеждены, что красота архитектуры в ее простоте. Парадокс лишь в том, что простое сделать нелегко. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова